Всем привет! Среди моих любимых плагинов для MV всегда был Orange Map Shot. Он позволял делать снимки карты во время игры. Посмотрим, во что он вырос вместе с RPG Maker MZ. Название плагины изменилось. Теперь он называется Cyclone Map Editor. Чтобы начать работу с ним, на редактируемую карту нужно поместить стартовую точку для игрока. Затем подключить его в плагинах, чтобы при запуске теста игры подключался интерфейс редактора и настроить тот сет тайлов, который мы хотим увидеть в нашем редакторе. Сам редактор не является аналогом grid-free-doodles. Не является, понятно? Это просто более насыщенная версия встроенного редактора карт RPG Maker. Версия постоянно обновляется на момент создания видео. Я успела сменить несколько. Причем в новой версии появились еще дополнительные кнопки меню. Ссылка на сайт автора с этим редактором будет в описании под роликом. Не хочу убедить автора, прочитав его ник как-то не так. Потому имя мастера тоже в описании под роликом. Главная функция этого редактора – рисовать тайловые карты. Отсюда вы можете посмотреть, какой проходимостью обладает ваша карта, на каком слое находятся те или иные объекты. Поставить объекты на определенный слой. Когда плагин запущен, из вкладки «Помощь» можно открыть сайт автора для проверки обновлений и описания функций. Автор обещает нам возможность отмены 300 действий кнопкой «Отменить действие». Во время редактирования вы можете передвигать карту для удобства кнопками «Васт» или просто стрелочками перемещая модель игрока по карте там, где он может пройти. Если вы кликните правой кнопкой мыши по тайлу, то редактор автоматически откроет тот тайл, который находится на выбранном слое под курсором. Или самый верхний тайл, если речь идет о режиме слоев «Автоматический». Также редактор поддерживает манипуляции с тайлами при зажатом shift, что позволяет выключить тайлом запрограммированное поведение. В верхней панели редактора разные полезные функции. А в нижней строке – сведения о клетке, на которую вы навели курсор. Номер карты. Номер тайлсета, подключенного в свойствах карты. Номер ячейки по вертикали и горизонтали. Даже номер региона и проходимость. Не последнее удобство этого плагина – кнопка шестерки. Что в самом редакторе картмейкера реализовано, прямо скажем, не очень хорошо. Функция jump to позволяет, не листая неделю, перейти к списку тайлов определенного листа в задействованном сете. В предыдущей версии плагина ее еще не было. Да, в той версии, в которой я делала карту. Это не волшебная палочка. Редактор позволяет делать то, что заложено в самом мейкер. Только в чем-то удобнее. Так, после окончания возни с редактором, его можно выключить в списке плагинов. И все внесенные им изменения останутся в игре. Кнопка меню тайлы показывает, какой именно сет задействован, не более. При условии, что задействован только плагин редактора. Самая главная функция, ради которой этот плагин мне и понадобился – функция скриншотов карт. Дорисовывая что-то в фотошопе, лучше опираться на реальный размер. И здесь эта функция реализована великолепно. Вы можете для сохранения отключить показ определенных слоев, теней, событий. А также отдельно сохранить верхний и нижний слои карты. То, что будет над игроком и под игроком. Кроме того, можно сохранить все слои отдельно. Еще плагин позволяет сохранять карту проходимости, чтобы использовать ее в других плагинах. Редактирование проходимости без совместной работы с другими плагинами ничего не дает. А еще вы можете для собственного удобства при редактировании и только при редактировании закрепить за номером региона иконку. Это позволит, допустим, пометить регионы в соответствии с теми функциями, которые вы им зададите. Просмотр регионов также является функцией этого редактора. Так что, если вы искали, чем бы снять скрины с карт в RPG Maker MZ, этот плагин — именно то, что вам нужно, и даже больше. Спасибо за просмотр! Видео выходит на канале каждый четверг в 19.00 по Москве. В пятницу и субботу у нас стримы. Не бойтесь использовать плагины. Я вначале боялась. Творите, не ограничивайте себя в творчестве. У вас все получится. Я верю в вас!